В Балакове толпа разъяренных одноклассников избила мальчика. Информация об этом появилась в группе типичной Балакова соцсети ВКонтакте. Как пишет информагентство Саратов-24, в драке участвовали не только мальчики, но и девочки. А видео в сеть выложил отец избитого ребенка. Сейчас в школе инспектор полиции проводит служебную проверку для выяснения причин случившегося. Администрация школы делает все, чтобы урегулировать конфликт между детьми. Из-за пандемии коронавируса в области жители обязали носить защитные маски в избежание распространения инфекции. Журналисты информационной службы Саратов-24 поинтересовались у своих подписчиков в соцсетях, продолжают ли они носить маску. Выяснилось, что 49% участвовавших в опросе жителей региона носят маску, но только там, где попросят. 27% опрошенных саратовцев носят средства защиты везде. Всего 8% респондентов иногда надевают маску, а 15% признались, что вовсе не пользуются защитным средством. Напомним, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 165 саратовцев. Скончались 4 человека. С 1 марта на территории области вступили в силу новые правила содержания безнадзорных животных. Теперь вместо 10 дней их необходимо содержать в пунктах временного содержания 2 недели. Данные нововведения обсудили участники заседания профильного комитета при облдуме. По словам чиновников, преобразование потребует дополнительных расходов в сумме 1 миллион 13 тысяч рублей. Сейчас содержание одной бездомной собаки обходится в 189 рублей в сутки. Как отметили специалисты, проблема с бездомными животными может решиться за три года.